Сегодня у радио переломный этап развития, отмечают специалисты. Тема цифровизации этой весной всколыхнула радищиков страны. Но пока, как говорят в Роскомнадзоре, о переходе на цифровое вещание говорить рано. Поэтому диалог участники конференции вели о внедрении подходов, которые бы способствовали повышению аудиторной и коммерческой привлекательности региональных радиостанций. А в условиях растущей конкуренции и сложной экономической ситуации на рекламном рынке это не просто, отмечают в Российской академии радио. И все же радио в регионах работает стабильно. Об этом говорит статистика. Рынок региональной рекламы, он больше, чем рынок централизованной московской рекламы. Конечно, они могут друг друга, могут сами себя окупить. И я знаю, что люди, занимающиеся региональным радиовещанием в крупных городах, они себя очень неплохо чувствуют. Он растет быстрее, чем московский рынок. Он вырос за прошлый год на 4%. В то время как общий рынок вырос всего на 3%. Обороты набирает и радиовещание в Краснодарском крае. На Кубани работают более 700 СМИ. Из них две трети – это теле- и радиокомпании. Презентация одной из волн ФМ прошла в рамках конференции. Это стало одним из основных событий ежегодного мероприятия. Как и по другим направлениям развития СМИ, край очень стабильно и уверенно смотрит в будущее. У нас есть уникальные наработки, которые мы сохраняем. Это две сети «Единые ФМ радиовещания». Первое радио и «Казак-ФМ», которые для страны уникальны сегодня. И по количеству радиостанций мы только прирастаем, пока отката здесь нет. И по экономическим показателям, по рынку региональному, именно в сегменте радио, достаточно стабильно и уверенно. Специалиста ведущих радиостанций России поприветствовал глава города Сочи, отметив значимость и важность региональных СМИ, благодаря которым горожане всегда в курсе событий. Участие же радиостанции в рекламной кампании города-курорта – это неоценимый вклад, подчеркивает Анатолий Пахомов. «Спасибо вам большое. Нам с вами удалось поменять те мифы, которые были созданы от Сочи, что это самый дорогой курор. Да нет, город Сочи – город для любого россиянина. Есть у нас предложение по 400 рублей в сутки, есть сейчас и меньшую. Зимой мы успешно реализуем программу «Открытый юг» с октября, по-моему, есть исключительно. Ее можно назвать «Оздоровление трудящихся», когда по цене 1300 рублей в сутки с лечением полным, в плане логическом, при помощи всех механизмов, при помощи средств массовой информации, при помощи радио, при помощи телевидения и при помощи личного общения мы добиваемся таких результатов. За что огромное спасибо». Радио по-прежнему остается одним из медиа с самым большим охватом аудитории. Сегодня его слушают и в машине, и в телефоне, и в компьютере. Ежедневно радио включает 62% россиян. Поэтому ответы на вызовы времени специалисты ищут постоянно. И, как оказалось, находятся они в том числе и в Сочи, на самой плодотворной индустриальной конференции.